Сегодня на библейском портале «Экзогет» мы продолжаем наши беседы по трудным местам Священного Писания. И сегодня мы будем рассматривать сложное место. Это первая глава Евангелия от Матфея, 17 стих. По этому тексту у нас будет вопрос. Итак, всех родов от Авраама до Давида 14 родов, и от Давида до переселения в Вавилон 14 родов, и от переселения в Вавилон до Христа 14 родов. Вопрос. Зачем Матфей разделил родословие Иисуса Христа на три части? От Авраама до Давида 14 родов, от Давида до Вавилона 14 родов, от Вавилона до Христа 14 родов. Отвечая на этот вопрос, святитель Иоанн Златоуст пишет, что это сделано для того, чтобы мы поняли раз и навсегда, что с переменой правления люди лучше не становятся. Грешили при патриархах, общинно-родовой, националистический период в истории еврейского народа, от Авраама до Давида. Грешили при царях, монархический период в истории еврейского народа, от Давида до Вавилона. Грешили и в период двукратии, трикратии, как бы сейчас сказали, в период политического плюрализма от Вавилона до Христа. Златоуст называет это время управления аристократией. Был и этот период, и этот, и этот, и все равно Христу потребовалось прийти в реальность этого мира, потому что никакие политические и националистические спекуляции не решают главного вопроса, вопроса нашего спасения. Давайте посмотрим, что сказано в Псалтире. Это 145-й Псалом, 3-й стих. «Не надейтесь на князей, на сына человеческого, в котором нет спасения». То есть никакой человек, никакой правитель, никакой царь, никакой князь не может избавить людей от смерти, решить проблему содеянного греха, примирить их с Богом. Ибо, как сказано в Новом Завете, един ходатай и един посредник между Богом и человеками – человек Христос Иисус. А что сказано здесь о людях? «Выходит дух его, то есть человека, и он возвращается в землю свою. В тот день исчезают все помышления его. Блажен кому помощник Бог Яковлев, у кого надежда на Господа Бога его». То есть в противоположность тем, которые надеются на князей, на правителей, на президентов, на царей. И Писание провозглашает, блажен кому помощник Бог Яковлев, у кого надежда на Господа Бога его. «Сотворившего небо и землю, море и все, что в них, вечно хранящего верность, творящего суд обиженным, дающего хлеб алчущим, Господь разрешает узников». Если любое государство, даже самое лучшее, это все-таки аппарат насилия, то Господь разрешает узников, делает людей свободными от уз дьявола, от уз порочной жизни и от страха грядущей смерти. «Господь отверзает очи слепым, Господь выставляет сагбенных, Господь любит праведных». Какой правитель может отверзать очи слепым? Какой правитель может восстанавливать сагбенных? Далее мы читаем. «Господь хранит пришельцев, поддерживает сироту и вдову, а путь нечестивых извращает, то есть сбивает их с их неправильного пути. Господь будет царствовать вовеки». Этот стих перекликается с тем, что мы прочитали выше. О земных правителях сказано, выходит Дух Его, и Он возвращается в землю Свою, в тот день исчезают все помышления Его. И в противоположность Господь будет царствовать вовеки. Бог твой, Сион, в рот и рот. Аллилуйя! То есть царству Бога не будет конца. И нечто подобное мы находим и у пророка Исаии. У пророка Исаии. Это 2 глава, 22 стих. «Перестаньте вы надеяться на человека, которого дыхание в ноздрях его, ибо что он значит?» Действительно, что он значит перед судами Божьими? «Когда суды Божьи придут на всю Вселенную, как поведут себя сильные мира сего?» В этой же главе мы читаем 17 стиха по 21. «И падет величие человеческое, и высокое людское унизится, и один Господь будет высок в тот день, и идолы совсем исчезнут. И войдут люди в расселены скал и в пропасти земли от страха Господа». То есть будут прятаться в своих бомбоубежищах. «От страха Господа и от славы величия Его, когда Он восстанет сокрушить землю. В тот день человек бросит кротам и летучим мышам серебряных своих идолов и золотых своих идолов, которых сделал себе для поклонения им». То есть все то, что сейчас является объектом поклонения, идолы современного нам мира, это там спорт, доллары, евро, секс и многое-многое еще чего, все это обесценится, когда Господь придет сокрушить землю. Уже сейчас, когда идут суды Божие, наводнения, эпидемия, люди в полной растерянности, особенно в результате демографических изменений, когда они видят, что реки ведут себя иначе, моря ведут себя иначе, животные поменяли места обитания, об этом тоже говорится в Священном Писании. А люди откажутся от своих идолов, чтобы войти в ущелье скал, то есть спрятаться в этих бомбоубежищах, и в расселены гор от страха Господа и от славы величия Его, когда Он восстанет сокрушить землю. Итак, Матфея сознательно разделил родословие Христа на три части, чтобы люди раз и навсегда поняли, что с переменой правления они лучше не становятся. Проблемы усиливаются и усиливаются, их накопилось столько, что люди не способны их разрешить. Раньше разные народы, племена, разное царство, государство жили локально обособленно. В результате глобализационных процессов сейчас человек чихнет в одном полушарии, а в другом люди подцепят инфекцию, потому что люди переносятся на самолетах, на лайнерах морских, они пересекают огромное пространство. Мир перестал быть таким большим, и если где-то падает юань или доллар, это сказывается на рубле, на евро и наоборот. Мы слишком зависимы, мы в одной лодке, мы не заметили этого, но это наступило. Теперь проблема одного народа оборачивается проблемой других народов, и здоровье одной нации оборачивается проблемой для здоровья другой нации и всего земного шара. Перестаньте вы надеяться на человека, дыхание которого в ноздрях его. Не надейтесь на князей, на сынов человеческих. В них нету спасения. Выходит дух их, и они возвращаются в землю, и все помышления их исчезают, и хорошие, и плохие. Матфей специально разделил родословие Христа на три части, потому что главная тема евангельского благовествования приблизилась к Царствию Божию. А что такое Царствие Божие? Это Церковь, преданность которой обнаруживается в душе каждого из нас. Как Христос и сказал, Царствие Божие внутрь вас есть. А у пророка Даниила сказано, что видел он камень, который нерукосечно отделился от скалы, сокрушил все идолы и сам стал горою, которая наполнила всю землю. Церковь христианская, которая чудесным образом возникла, сокрушила языческое идолопоклонство, распространилась по всему миру. Она сокрушила все царства и все формы человеческого правления в той или иной степени, бросив им вызов, не согласившись с их тиранией, не согласившись с их методами осуществления принципа власти, ибо для нас, христиан, превыше всего воля Бога. И мы воспринимаем его закон, как Господне руководство к действию. Перестаньте вы надеяться на человеков, дыхание которых в ноздрях их. Были и патриархи, были и цари, были и аристократы. И все равно Христу потребовалось прийти в реальность этого мира. Потому что никакими политическими, националистическими, монархическими, демократическими, олигархическими спекуляциями мы не можем решить. Главный вопрос. Как нам выжить в этом мире и обрести вечное спасение в Боге и с Богом? Подписывайтесь на библейский портал «Экзегет», чтобы вам вовремя получать информацию о новых беседах. И берегите себя! Субтитры создавал DimaTorzok